Если вы все же решили последовать примеру брата Викентия и сестры Веры, предлагаем самый экологически чистый уголок России – Валаам. Весь остров – словно один огромный камень, брошенный в воду. Этот камень, Габрадиабас, имеет свойство накапливать за день солнечное тепло, а ночью отдавать его. Теплый воздух поднимается от этого камушка площадью 30 квадратных километров вверх и рассеивает облака. За это остров прозвали Всевидящее Око. Поэтому над Валаамом 160 солнечных дней в году, в Подмосковье в среднем 80. Микроклимат здесь необыкновенный. Говорят, способствует продлению жизни. Однако, несмотря на красоту и святость острова, жизнь здесь в северных краях очень трудна. С давних пор среди верующих бытовала поговорка «Кто суров, того всоров, кто упрям, того на Валаам». В прошлом веке в Валаамском монастыре жили около тысячи монахов. Они практически полностью обеспечивали себя всем необходимым. На острове-скале специально создавали плодородный слой почвы, насыпали гравий, укладывали ветки, прижимали их камнями и через три года на этом месте можно было разбивать сад. В монастыре их три. Плодовые деревья очень старые, некоторым яблоням по 150 лет, а кусты смородины их сто лет обильно плодоносят. Каждая яблонь подходила с особенным, как бы сказать, так уже с участием. Поэтому здесь и долговечность такая, что все по молитве происходило, потому что больше, наверное, никакого объяснения, оправдания этому нет. Здесь все делается по любви и по молитве. Монахи живут по строгому уставу, помогают местным жителям, подкармливают и обучают грамоте малышей, упорно восстанавливают обетшавшие постройки. По преданию, первым христианином, осветившим Валаам, был апостол Андрей Первозванный. Задолго до крещения Руси он по жребию шел проповедовать к скандинавам. И именно в день памяти апостола Андрея, после полувека запустения, вернулись сюда в 89-м году семь монахов. Анна Потагина, телевизионная служба новостей из Валаамского монастыря. Редактор субтитров А.Семкин